Всем привет, и сегодня мы решили устроить реальную зарубу, где мы сразимся против реально умных студентов, которые учатся и работают одновременно. Мы проверим сегодня свои умственные способности и докажем вам, что мы не тупые. Кстати, вы тоже можете отвечать на эти вопросы и писать свои ответы в комментариях. Желаю вам приятного просмотра. Посмотрите до Казани. Вы где? А? Мы в Алабыге. Мы в Казани, на набережной, не спавшие. Ладно, пошли. Новосная слуха, новосная слуха. Давай, 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 давай. Открываем дверь. Кто-то снимает. Горилл, блин, растеткаешь. Такие масштабы в ангаре уже снимаем. Смотри, там вот есть аварийная кнопка гардероба. Это, знаешь, вот старт видео. Горилл, блин. Горилл. Всем доброго. Меня зовут Дания, я руководитель пиар в особоэкономической зоне Алабуга. Давайте лучше наши студенты вам расскажут, что здесь происходит. У нас в образовательном центре Алабуга-Плите. Пойдем. Пойдемте, пойдем. Сообщение идет по 17 направлениям. Можете задавать самые любые каверзные вопросы ребятам. Они с первого курса зарабатывают. Зарабатывают достаточно неплохо. Деньги зарабатывают? Да. Зарабатывают деньги. Здорово. У меня 110 IQ. Сколько ты зарабатываешь? Займешь косарь? Я зарабатываю 60+. 60 плюс чего? Арбузов. Деньги. А, нормально. А 3 тысячи займешь? Я и не зарабатываю столько. У меня нет столько денег. Куришь? Эксайл. А как вы счетчик поставили, ребята? Загрузили эту программу. У нас есть шкаф управления. Вам можете посмотреть. Придумали программу, которая будет как раз таки визуализировать это. Обучаемся мы здесь 3 месяца. Ну, то есть мы все тут первокурсники. За это время уже научились, во-первых, обладать и управлять этими шкафами. Провода перекринутся. Подождите, у каждого же дома есть ящик такой, нет? На входе. Каждый может сделать такую программу? Да. Сколько ты зарабатываешь? Я говорю, вчера пришел 27 775. Нормально. А тебе сколько лет? 15. Бесплатное обучение у тебя? Обучение бесплатное. Тут у всех. Есть же проживание и еда. Проживание стоит, ну, полторы тысячи, но это символически. Еда сами готовы. Такой вопрос. Вот ты 27 тысяч зарабатываешь. Тебе разрешают общаться с челом, который 60 зарабатывает? Ну, не запрещаю точно. А вам дают какую-то после этого работу, когда вы заканчиваете? Да, у нас сразу, по сути, мы уже трудоустроены. На данный момент мы проходим практику, мы являемся стажерами. Начиная со второго курса мы уже являемся полноценными специалистами на предприятиях. Кто-то работает в офисе, кто-то именно на полноценных заводах. Давай угадаю твое имя. Ты Леша. Не, я Олег. Хорошая работа, Олег. Спасибо. Это новый компьютер? Нет. Это же кран для строительства. Брак? Нет. Если бы она была перевернута, то да, отбраховала бы. Ой, это очень залипательно выглядит. Как в Рилсах понял. Это тот самый Рилс в реальной жизни. А, это создается сердцевина Тони Старка. А ты сколько зарабатываешь? 70 тысяч. Реально в месяц за то, что ты нажимаешь кнопку старт. Стоп, а это чья работа? Вот эта. Это все я программ. А ты какой год здесь учишься? Так, в 3 месяца я первый курс. Слушай, ну если вы, как ты говоришь, какие линии это? Мехатронные. Можем с тобой вот покажешь какую-нибудь лохотронную линию сделаем и денег заработаем пополучше? Я думаю, вам это вообще труда не составит. Ну, если можно. Спасибо тебе. Богатый, да. Я буду тут учиться завтра. Здорово, Рус. Здравствуйте, Дяга. Здорово. Давайте разберем, в чем вообще придется сработать. Представим, что у вас есть завод. У нас по несколько заводов. У меня примерно 3. У меня 4. Ну, туда у меня 6. Горил Блин, один как из основных заводов. И вот каждому человеку нужно платить зарплату, давать больничные, отпуска. Декреты. Это нам не нужно. И поэтому к нам на помощь приходят на раз-вот-три роботы. Раз-вот-три. Роботы. Кука. И мука. Кука. Купа и лупа. Полностью он спецничный. А я слышал, что искусственный интеллект развивается с каждым днем. И через какое-то время роботы устроят революцию. Такой вопрос. У тебя есть выходные? Конечно, есть. Как и у всех рабочих. Я же рабочий. Я же на заводе работаю. Конечно, есть. Ну, красава-то. Обидно. Если вот так возьмем. Именно как в мультике. Благо. Сы, здорово. Теперь такой вопрос. Есть кто-то за провода возьмусь? Ну, тебе. Здорово, мужики. А. Погнали. А что тут? Я вот слышал, что туда надо после душа заходить и вот пальцами везде лезть. Эксперимент. Ярика на 10 минут закроем там. С микронаушником. С микронаушником. А в чем завод? Ну, типа, электрочеловек видел? Ярик, кстати. А, типа, я волосы еще. Ярик, заходи. А это муляж? Да, это все муляж. Или там тысяча вольт. В итоге Ярик умирает. Ибрагим, такой вопрос. Со скольки до скольки проходит вот работа, учеба? На первом курсе я работал с 8 до 8. Да, с 8 утра. 12 часовая. Да. То есть я работал и учился одновременно. Потом на втором курсе, ну, почти то же самое, но уже ну, бывает до 7 до 6 вечера. Так, я новый преподаватель, мужики. Сейчас у нас тест. У нас тест вообще надо мокрыми руками в электрощиток залезть. Проверить напряжение. Что такое вообще? Что, меня толком херанят? Не знаю. Ну, попробуй. Попробуй. Да попробуй, ничего не будет. Да не будет, не будет. Начальник, ну ты возьмись. Нет, возьмись ты, кто начальник бригады. Хватайся, Ярик. Что же подстава? Ярик, хватайся. Хватись. Хватай. Будет приятно. Дальше, дальше. Это типа авария какая-то случилась? Да, да, да. Я не прикидываю. Мы на реальном производстве, извиняюсь. Начальник. На реальном производстве бы просто убило бы током. А как вот ты вот эту профессию выбираешь и ты не боишься? Нет. Или ты посмотрел? Или нет? Или нет? Или в Алабуге практикуется такая система, то есть студенты, они играют друг с другом определенный вид игр. Например, это пейнтбол, бизнес-кэтс, там, феодалы, цивилизация. Дота 2, Counter-Strike. Нет, такого нет. Жалко, конечно. Блин. Действительно жалко. И по итогам этого КЛТ уже в дальнейшем студентам распределяют грейды. Ну, или должность. Ты докуда апгрейдился уже? Ну, я вхожу в топ-30 студентов. То есть на моем курсе было 600 человек, вот в топ-30 человек я вхожу. Вот какая реально сложная и похвальная, но вот Windows вы можете перестановить? Какая нелез флешки. Ребят, пары сегодня не будет, можно домой идти. По истории отбой зачета тоже не будет. Вы реально все зачетные здесь. Удачи вам. Ой-ой-ой, хорошая рука. Ребят, заходим, ребят. О, это для Данилы. Тихо, чего? Это для Данилы. Химия. Лабораторный химический анализ. А тут нужно и шлемик. Вот так все работает. Привет. Привет. Привет, химики. Какие-то... О, уринотерапия. Верно? Здравствуйте. Можно глотнуть? Нет. Опа, пошла. О, это что ты налил? Это алоэ вверх. Им разрешают все, что угодно ломать, экспериментировать, пробовать. Потому что лучше они пусть сломают это здесь, чем на реальном предприятии. Потому что ошибки допускать, это классно. А если они погибнут? Нет, здесь есть меры безопасности. Опа, пошла в воде. Туши, туши, туши скорее. Дуй, 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 дуй. Несите с ведро воды быстрее. Горит, горит. Дуй, дуй, дуй. Масло. Песок тогда какой-нибудь. Песок, песок. Камаз песка сюда срочил. Еще такой вопрос. Сколько вы зарабатываете? Просто мы у всех уже походили, подспрашивали. Интересно, химики как будто самые высокооплачиваемые люди. Максимум где-то 30-40. Перепутал колбочки с химией. А в целом, когда вы заканчиваете образование, вы куда идете? У нас будет диплом, у нас будет сертификат о том, что мы прошли в WorkSkills. Это международная сертификация по работе, у нас это по химии. И потом мы уходим химиками, химиками-лаборантами. И мы можем придумывать методики сам. Здравствуйте. Меня зовут Валерия. Ага, какой-то VR. На практике мы занимаемся тем, что мы создаем проекты под руководством опытных кураторов. Мы занимаемся командной работой, потому что каждый такой проект, он очень долго складывает и очень долго обдумывает. Например, я занимаюсь архитектурой. И когда мне дают какой-то проект, что бы ты делал, я немножко складываю, немножко создаю и даю другим отделам. Например, она ставит пожарную безопасность. И так далее мы передаем объекты. Вспомни в себя в 15 лет, чувак. Я снимал тиктоки. Я в 15 лет мечтал. Пала бы и учиться. Вот я так смотрю, у меня по ощущениям, что это завод картошки какой-то. Вы угадали на самом деле. Так и планировалось. Значит, я все делала правильно. Не будем говорить, что я видел. Ярик, не хочешь построить свой завод картошки? Могу построить. А мне кажется, что это завод картошки. Мне кажется, картошки завод. Теперь можно посоревноваться, кто из нас самый умный и проверить по-настоящему. Если вы выигрываем, пятерик кажется. Если вы выигрываем. Если мы выигрываем. Мы в трое в команде судья. А если они выигрывают, то ты им пятерик. То мы втроем. А я... Что сейчас будем? Сейчас мы идем на викторину. Тот самый умный. Блиц. Быстрый вопрос и быстрый ответ. Из-за пятерик я сейчас порву реально. Давай, погнали, погнали. Пятерик. Дорогие друзья, я вас приветствую на шоу Блиц Крик. Суть в том, что я задаю вопрос и две команды должны будут ответить на него. Чья команда быстрее нажмет на кнопку, можно сказать, если они ответят, то они победили. И получат по баллу. Команда во главе... Кто у вас капитан? Я. Команда во главе Ярослава Дилблина. У вас есть название команды? Дан Дил Стоп. Дал Дин Стоп. Команда справа и команда слева под названием... Наверное, уникальное название Ломга Политех, наверное. Нет, 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 нет. Стоит. Скучно. Что это объединяет? Не знаю. Мужики, у вас деньги объединяют. Вы реально на флексе здесь. Сколько ты зарабатываешь? Второй вопрос. Второй такой вопрос за сегодня. Ну а что? Так. Ну так, ну примерно, ну вот, от ста до пятиста. Че ты будешь, мне кажется? Пацаны, че вы тут делаете? Идите, учитесь. Я не знаю, че вы тут остались. Давай свои вопросы у меня. От ста до пятиста. От ста до пятиста. Команда от ста до пятиста. И команда Яр, блин, стоп. Дил. Дан Дил. А, стоп. Хороший говорил. Дан Дил, стоп. Мужики, первый вопрос. Число после триллиона. Окей, один триллион один. Сексиллион. Неверно. Триллиард. Мужики, у вас по минусу одну. Квантиллион. Триллиард. Нет, все, больше нельзя, блядь. Квадриллион. Квадриллион. А, точно. Второй вопрос. Расшифруйте СССР. Совет Союз. Ёб... Союз. Пять. Четыре. Я не могу выговорить. Три. Союз Советских Социалистических Республик. Союз Советских Социалистических Республик. Чуть не так сказал, но в принципе... Надо нажимать. Вы знали, пацаны? Да, знали, конечно. Просто... Просто не нажали. Ну да, фору, фору даем просто. Третий вопрос. Как называется животное, которое употребляет в пищу растения и мясо? Всеядное? Все верно. Есть. Вопрос номер четыре. Почему змеи высовывают язык? Хотят кушать? Нет. В общем, они ощущают языком, наверное, типа... У них же плохо развито зрение. Да, ты очень близок, да. Понюхать воздух. Второй пронятный? Такой типа умный, читаешь ответы, корилы. Почему я не читаю? Я могу убрать вообще. Вопрос номер пять. Какая звезда ближе всего к земле? Моя мама. Плюс вверх. Но это смарт. Ребят, вы можете купить мои футболки I love mom на сайте делоблин. Прости с него бабы. Энегральная встава. Ну, я считаю, что это верный ответ. Ну, да. Ну, вообще солнце, но твоя мама солнце. Да, читай. Вопрос номер шесть. Где восходит солнце? Восток. Да, все верно. Восток. Четвертый правильный ответ в команде без названия. Нет. У нас от ста до пятиста. Ну, от ста до пятиста. Пацаны, ну, соберитесь. Ну, это не... Пацаны, вам не надо было тикток качать, вам надо было интеллект качать. Чувак, ты им еще на ушко скажи. Эй, горелая. Я им не подсказываю, я же им не сую вот ответы. Ты им задаешь вопрос. Это всего лишь два-один. Давай дальше. Давай дальше. Как четыре-один. Почему? Один-один был счет. Нет, четыре-один. Три-один. Какого-то кем вам реально надо собраться? Три-один максимум. Вопрос номер восемь. Сколько цветов в радуге? Восемь. Семь. Ты тупой, Ярик. Не, не, не. От 100 до 500. Я все знаю, ребят. Пятый правильный ответ. Ну, это вообще нечестно. Ярик заруинил. Давайте, знаете как? По одному человеку из команды мне сейчас необходимо. Кто? Есть? Ну, давай я возьму Ярика. И давай, Сигурт, я тебя возьму. Вам за 10 секунд надо будет назвать максимальное количество. Какая ты? Дай я себе номер. Давайте я с Ярика начну. Все началось, ребят. Пока он думает. Готов? Раз, два, три. Путь к успеху, Николай Соболев. Есть раз. Кезару. Подожди, Кезару, а как она называется точно? Кезару. Нет, она не так называется, Ярик. Путь к успеху. Сила подсознания. Одна книга. У Ярика. Ромео и Шульетта. Все, Ярик, время. Одна книга. Слово, пацана. Путь к успеху. Ты одну книгу можешь. Бракуем. Бракуем, бракуем, бракуем. Нет, не бракуем. Тут я судья. Ты подсуживаешь? Нет. Нет, но у него время было подумать. Раз, два, три. Унижает, просто ставит меня на место. Вот, зрители смеются над моим интеллектом. Правила 10 из Гран-Кордон. Достаточно. Балл уходит команде от 100 до 500. Спасибо большое. А позорил меня сейчас? Самая маленькая страна на Земле. Ватикан. Верно. У вас кнопка не прожалась. Без ваги. Ну, ладно, ладно. У вас второе очко. У них 6, у вас 2. Самое глубокое место в... Марианская впадина. Подожди, я не закончил вопрос, вы нажали на кнопку. Так он понял, фальстарт. Ты что за... Все верно. Марианская впадина. Седьмое очко в команде от 100 до 500. Мы, короче, не будем вообще заводить. Да, вообще, минус. Для чего построены египетские пирамиды? Для захоронения фараонов. Да, все верно. Все это за... Нет, это гробницы. Но гробницы... Там даже вопроса такого нет. Сам придумал. Сам там не знал. Не было такого вопроса вообще. Сколько пар хромосом у человека? 46 пар. Мы уже ответим? Да. 23. Да. 46 у кого-то. Нет, пар. Именно пар было. Мужики, ну вам реально надо собраться. Что ты? Ты дай конкретику нам. Конкретику? Да. Следующий вопрос. Назовите авторов хита трека Мими Мамаму. Стоп. Не называйте, я не знаю. Ребят, давайте. Давай, называйте. Я сейчас не знаю. Так. Это точно хит вообще был? Это не был хитом. Это не был хитом. Да. Мы не слышали. Стоп. Бандил. Блин. Эксайл. Мими Мамаму. Одно очко уходит команде Яр, Дил, Блин, Стоп, Бан, Данон. Какое число является чертовой дюжиной? Че, блядь. 13? Да. Все верно. Еще одно очко уходит команде Дан, Дил, Стоп, Бан. На чем летал Минхаузен? Давайте, удачки. Так, много на чем летал? По-моему, на взрослом шабле хватит. Минхаузен летал на дирижабле. Это папа с портуку стоит. Неправильно. Неправильно. Воба неправильно ответил. На ядре он летал. На метле? На ядре. А, на ядре. Нормально. На яичке. Ты же называл. Вопрос следующий, мужики. У какой машины нет верх? У кабриолетов. Правильно. Часово? Часово? Это ты полевому придумаешь. Таким образом. Это, блядь, сколько? Чем бы спросил мотоцикл какой. Да. Дорогие друзья, по итогам первого раунда побеждает команда от 100 до 500 с разрывом 8 очков. Какие же мы глупые, если бы мы учились в Алабуге, мы бы были на Алабуге. Берите пример с ребятами. 11 с 4. 11 с 4? О, подсуживание чистой воды. Одно очко подсудил точно. Своё, да. Забираю. Забрал обратно. Мужики, у нас второй раунд сейчас. Я буду вам задавать вопросы. У вас будет либо несколько вариантов ответа, либо вам надо будет догадаться, что это. И первый вопрос. Что такое? Пингвинон. Варианты? Рано. Подожди, стой. Ты нажал первый, что ли? Ты что, дурак, они тоже нажали первый. Я первый нажал. Подожди, варианты ответа. Место обитания пингвинов, вид птиц похожий на пингвинов, органическое соединение. Место обитания пингвинов? Нет. Нет. Третье, третье, третье. Органическое соединение. Верно. Я тебя послушал. Как же? 12-4, Ярослав. Не торопитесь. Нарсон, а вы как в робототехнике вообще понимаете? Давай продолжай. Вы не понимаете? Ну, я робототехник. Как называются роботы, имитирующие внешний вид и движение человека? Без ответа. Андроиды. Все верно. Это роботы-андроиды. Не вопрос. Правда, андроиды? Роботы-андроиды, да. Ну, типа, роботы, которые похожи на человека, это андроиды. У меня айфон, ребят. Что в переводе с датского означает фраза «лег-год-т». Давай варианты ответа. Подожди. Из которой сложили название знаменитого конструктора «лег-го». Давай. Варианты ответа. «Круче всех», «это легко», «играйте хорошо». «Это легко». «Это легко». «Круче всех». Неправильно. «Играйте хорошо». «Играйте хорошо». Не уходит ни команде ни от 100 до 500, ни команде «Дан Дил Стоп». О, «Дан Дил Стоп». Пацаны, вы как к программированию относитесь? Да я... Хватит, программируйте что-то. Я программирую, давай. Я айтихник. Я нажавер. К программам какое-то отношение имеете? Жесткий, правильно? Я... Ну, вообще, можете Windows переустановить? Да. Без флешки. Антивирус там. Без флешки. Нет. Вопрос следующий. «Самый популярный язык программирования?» Вы нажали. Хорошо, Python. Да. Пятый вопрос. На самолетах летали когда-то? Да, летали. Нет. Летали когда-то? А когда не летали? Сколько самый долгий рейс? Четыре часа. Шесть часов недавно. Одиннадцать часов. Один горил, блин. Горил. Одиннадцать часов. Кстати, посмотрите мой влог на канале недавно. Да, вопрос. «Сколько по времени длится самый короткий в мире авиарейс?» Варианты ответа. От 47 секунд до 2 минут. От 14 минут до 22. От 27 до 32. Второй вариант. Второй вариант у нас от 14 до 22 минут. И этот вариант неправильный. Ну, самый короткий в мире. Две минуты давайте выберем. Две минуты? Да. Это правильно. Че? Между островами Уэстрей и Папа-Устрей у северного побережья Шотландии. Рейс длится от 47 секунд до 2 минут. Собственно, вопрос. Потеют ли птицы? Бля, какая х**а. Варианты ответов. Да нет. Да нет. Все верно. Птицы не потеют. Жестко. Так они, наверное, проверяли просто, нет? Проверяли. Там как раз вот мы недавно прилетели с этих проверок. Почему нельзя напечатать много денег? Почему нельзя? Можно. Это правильно. Почему нельзя? Можно. Аплодисменты. Иди играй сам с собой. Это х**а. Ярик. Ты раньше стримил Ирлу на Твиче? Да, было. Он и сейчас стримит. Пацаны, вы как? Знаете, что такое Твич? Да. Как раньше назывался Твич? Что? Так. Изи. Викс. Левая или правая? Нет. Да не было у него. Он всегда Твич назывался. Бля. Рилла за**ал выдумывать вопросы. Остановите. Если вы отгадаете, я вам 10 баллов дам. Нефа сможет. Давайте подсказку. Первая буква. Д. Да? Д. Это за 10 баллов, типа, на полном. Серьезно. А что? Вон, вы уже гуглить, так называли. Ты такой тупой, кто-то гуглит. Ладно, вы не знаете никто. Джастин ТВ. Джастин ТВ. Минус 10 баллов. Анти, кто-то гуглит вот так вот. Кто такие вопросы пишет Джастин ТВ? Это к чему? Мужики, следующий вопрос достаточно легкий из школьной программы. Сколько материков на земле? Опа. Шесть. Правильно. Че, мы первые ответили? Вы не ответили. Вы не ответили. Так ты не дал нам права ответа. Впервые нажали, чувак. Нет, они первые. Я ориентируюсь по слуху. Филофобия – это боязнь философии и философствующих цветущих растений. Боязнь влюбляться. Второе. Неправильно. Точно не странно. Третий скрещен. Да, правильно. Третий скрещен. Третий скрещен. Так ответ скорее всего. Филофобия – это боязнь влюбиться. Ты… Я не доверю гориллу. Ярик, у тебя есть филофобия? Какой ты тупой, горилла. Агрессиофобия у меня где есть. Пацаны, если вы тупые, это не моя проблема. Не, подожди, стой. Ну я-то знаю ответы на эти вопросы, а ты не знаешь. У тебя бумажка потому что… Ну я сообразил, взял эту бумажку в руки. Надо тоже понимать. Уровень аналитики плюс один. Вот. Ладно, мы парни. Плюс один балл. За комплимент… Плюс один балл за комплимент ведущему. Наука, изучающая внутреннее строение организмов и органов. Анатомия. Правильно. Даже без вариантов ответ ответить. Они нажали, они ответили. Ты подслуживаешь. Пацаны, ты нам не засчитываешь, когда мы нажимаем. Пацаны, вы духи. Вам надо идти учиться, реально. Вы очень слабые. Ребят, поступайте в Алабугу полететь. Вот. Поступайте и не будете на месте тиктокеров. Ярик, выдохни чуть-чуть. Сделай гимнастику какую-то дыхательную. Вопрос следующий. Вам нужно будет сейчас продолжить название мультика. Как это называется? Начало у него такое. Ну? Хуя ебаная. Кнопка не сработала. Эта кнопка не за Алабугу полететь просто. Балл команде от 100 до 500. А какой у нас разрыв сейчас? Сколько тут? Сколько? В бестолку, да? В бестолку. В смысле? Дорогие друзья, начало третьего испытания. У нас будет мини-футбол до трех голов. Да будет матч, да будет футбол. Пацаны, надо чисто сыграть. Без подсечек, без подножек, но с прогибами с какими-нибудь, с бросками. Мячик у Аньбао. Мяч у Ярика. И вот удар. Страстной. Пацаны, лупите. Он выбегает, выбегает. Бах! И все, это банка. Нет, это не банка. А вот это банка. 1-0. Ведет команда. 100. По 500. 100 до 500. Блин, налейте мне 100 граммов уже кто-нибудь. Что ты ж, Олег? Ярик, ну по мячу бить надо, а не мазать его. Ну. Ну давай, вот, все. Ну, гол. Ярик, как учили. Пацаны, я вас что, зря тренировал. У вас потом еще хобби-хорсинг с клюшкой будет. Лупи. Аут, мужики. Хорошо. Работаешь, да нон. Ну, надо, пацаны, почетче. Надо почетче. Лупи. Ну что, тут надо забивать, мужики. Аааа, штрафной. Штрафной. Подожди. Давай, куда ты движешь? Там перелом двух ног. Я не знаю, футбол не смотрю. Какие правила? Вы можете в комментариях напишите, был штрафной или нет? 2-1 в пользу dealblink.com. Ярик, данон, флекс, стоп бан. Ну. Ярик, ну это что уже начинается? Что за самодеятельность? Отставить самодеятельность. Играйте нормально, ребят. Ооо, очко. И вот он гол. Горил, блин. Ааа, нет, не сравняли. Сравняли. 2-2. Очень, кстати, сейчас кульминационный момент. Счет 2-2 и решающий гол сейчас будет. За какую команду вы болеете там в просматривателе Ютуба? Я вот за своих пацанов болею. Что-то у них ничего не получается. Хотя вот что-то. Вот этот вьетнамский молодой человек творит какие-то чудеса на поле. Хоть этот мячик дополнительный выкидывай. Ярик, бей! Работать надо, Ярик. Работать, работать. Ты что зря кашу ешь? Ооо. Хороший. Это было красиво. Но вот сейчас у вас реально нет шансов. Подожди, вас интеллектуально парни обошли. Физически. Смотри, как надо делать. Давай. Смотри, я как тренер. Вот так вот. Вот так вот никогда не делайте. Дорогие друзья, мы переходим к следующему испытанию. Это игра под названием Бенди. Играем также до трех голов. Пацаны, ну соберитесь, Ярик. Я возьму внутреннего. Ну соберись, а. До пяти. Ну дай слово. Пацана? Пацана. Давайте, мужики, хорошей игры. Давайте, главное, без травм тут. 1-0. Да, Ярик отбирай, ну не стой, а. Эээ, аут. Как не стоишь, стоишь. Ворон считаешь. Лупи. Все. Ярик, твой. Оттуда прям. Лупи прям издалека. Да куда, а? С такой игрой, Ярик, тебя никто драфтить не будет ни в какие команды. Ты кто, судья или прикидываешься? Суди нормально? Прикидываюсь судьей. Подожди, стой, сейчас я. Для более уверенности и официальности судейской коллеги накинул броню для глаз. Ярик, ну по мячику попадать надо клюшкой. А не мимо всех молодь. Лупи. Вот, все, гол. Это гол. Был бы если бы Зарик забил. Лупи. Оь�ふуууу. О, 3-0, хорошо. Данон флейкс оформляет дубль в этом матче. Будет ли хит-трик, дорогие зрители? Ребята начинают отыгрываться. 3-1. Игра. Куда за поле? О, дефы. 3-2. Команда 100 по 500. Из Алабуги. Начинает отыгрываться. Они входят в кураж. Ну, Ярик, это вообще не дело. Все, это банка. 3-3. Команда из Алабуги сравняла счет. Игры. О, 4-3. И Данон Флекс оформляет хит-трик в этом матче. 4-3 в пользу команды Мей-Ме-Мамаму. Еще один надо, мужики. Давайте, ну порадуйтесь зрителям. Мы вас верим. Вот, Ярик. Гол. Гол. Хорош. Победа. Счет 5-3 в пользу команды Мей-Ме. Мей-Ма-Мо-Му. Надо с пол до пяти играть. Нам надо переходить к следующему испытанию. Тут вы себя неплохо показали. Но как вы себя покажете в бизнес-котиках? Знаете, что это? Нет. А вот вы знаете. Что такое бизнес-кэтс? Игроки создают собственный бизнес, начиная с нескольких котят и управляют финансами, выстраивая наиболее выигрышную бизнес-стратегию. Вопреки видимой простоте, участники должны пройти через все трудности, с которыми сталкиваются бизнесмены. Виртуальных котят нужно не только производить, но и кормить, содержать в чистоте, следить за их здоровьем и успешно реализовывать сделки по продаже. Дорогие друзья, и вот мы на финальном испытании под названием «Бизнес-котики». В этом испытании у нас склизнется две команды. Данон, Дилблин, Стопбан и от 100 до 500. Пацаны, подскажите, какие правила? Все очень просто, вы покупаете котов и производите больше котов, продаете больше котов. Пацаны, некая бизнес-симуляция, покажите, какие вы бизнесмены. Надеюсь, что-то вы в ферме котов понимаете. У вас помощников? Кстати, да, как будто вам кто-то нужен. Есть какие-то чемпионы мира по котостроению? Пацаны, не благодарите. Я вам сильный саппорт, да. В предыдущем раунде, пацаны, вы уже в сухую прям просто. Ничего не смогли сделать, противопоставите. Я в бизнесе понимаю и подключаюсь, понимаешь? У тебя дома есть кот или может? У меня есть кот дома. Я против эксплуатации бедных кошек. Покупай сразу дом. Тут дом есть, чувак. Не продам тебе, не продам. Продай за твои монеты, кота, пожалуйста. Деловое предложение. Ярик, берите кредиты. Срочно кредиты берите. Кредиты, берем кредиты. Я покупаю у тебя 200 кошек за 40 монет. Далее я их продаю, получаю с этого 1000 монет, тебе возвращаю твои 100 кровных монет и все. Что ты сделал? Кредит взял. Ярик, нормально, на тебя кредит оформили. Ладно, давай, за 30 монет продаете. Ну это какая-то бизнес-стратегия. Тебя надо спасать. Ты зачем мне кредит взял? Ну чтобы был. Вот этих рыжих 10 штук надо взять. Прими. Прими котов, вон, прими кота. Какой? Черный, черный сделок. Так мы же, мы же в одной команде, ну. Какой мы против друг друга? Ты в моем питомнике покупаешь котов. Ярик, у них жесткий трейдинг котов. Они котов просто как перчатки меняют сейчас. Да он не сможет меня выиграть. Успокойся, чувак. Я свою кошку инвестировал. Сейчас новая тема в блох инвестируй и им отправь. Ну я не хочу, блин, придется нищих. Ярик, не прогадаешься, если блох закупишь. Закупай блох и продавай блох. Согласно кормлюшку, 28. У нас столько суммарного. Почему 4? Сколько у них котят уже? Ярик, они уже на калькуляторе что-то высчитывают. Чего вы там высчитываете? Пацаны, вы как чемпионы котастроения, что посоветуете? Начинаю еще. Там да, там просто главное в телеграм-канале. Там же дают сигналы, типа заходить, продавать. Вот надо так по сигналам, да. В моем телеграм-канале вы найдете самых красивых и лучших котов. Какая сейчас у вас задача? Как вы сможете их с рынка сместить? А мы будем их смещать, мы просто выграем. Стоп! Ребята, в чем суть игры, если тут недвижку можно покупать? Короче, мы собираемся сейчас вначале отобрать рынок дорогих котов. Ты куда столько 9 монет? Нет, подожди, у них выгоднее будет, у них выгоднее будет. Мы в одной команде, ребят. Какая одна команда? А, да, реально. Мы проиграли, мы проиграли, мы проиграли, мы проиграли, мы проиграли. Нет! Эй! Ты что котов продаешь? Подожди, не купи. Ну дай. Он просто отцеливает моих котов. Ребята, меня эта игра довела до депрессии. Так, стоп! Ярик, какие-то промежуточные итоги? У вас есть коты? Нет, нет котов. У нас есть, мы выиграли. Хорошо. Подожди, то есть вы выиграли чемпионов мира по кота продажам? Как так получилось? Кота производства. Где ваши коты, почему они? Подожди, подожди, а почему? Играем, играем дальше. Нет, мы выиграли, у нас есть коты. Вылетела, выиграла команда дел, стоп, бан. Ярик, ну ты реально бизнес-трейдер. Я лютый бизнес-тренер сегодня был. Это была моя команда, стоп, дел, блин, бан. Да, но он еще флекс. Спасибо, Алабуги Политех, что предоставили нам сегодняшнюю огромную площадку. Такую возможность попробовать бизнес-котов. Да, да, да. Поиграть бизнес-котиков. И в целом, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Я надеюсь, вам понравилось. Ярик, ну вот для того, чтобы поступить, нужно вот какой-то бизнес-кота-стратегию иметь? Конечно, нужно играть бизнес-котиков. И геога не нужен. Поэтому поступайте в Алабуги Политех и подписывайтесь на мой канал. Кстати, в Алабуги Политех бесплатное обучение, поэтому берите за головы, приходите сюда, а то будете как мы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И смотрите мои новые видео, пожалуйста. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok